Девчонки, всем огромный-огромный привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Мне часто приходят такие просьбы от моих зрительниц. Покажите, пожалуйста, уход за волосами. В частности, у меня есть постоянная зрительница Ольга. Ольга, привет вам! Вот на днях буквально она мне снова написала. Покажите, покажите, пожалуйста, что-нибудь новенькое для волос. Я их как бы отрастила. После очень-очень неудачного осветления у меня отвалились все волосы. Вот, кстати, про это я рассказываю в видео о уходе за волосами. Так что, кому интересна история моих волос, пройдите, посмотрите. Сегодня я не буду показывать то, что я показывала в том ролике. Не вижу смысла переливать из пустого в порожнее. Если вам интересно, вы как бы посмотрите. Сегодня будет видео тематическое. Я расскажу про продукты для объема волос. Я считаю, что эта тема актуальна для многих девчонок. Неважно, у кого-то, может быть, короткие волосы, у кого-то длинные. У меня, например, сейчас каре. И для каре эта тема всегда будет актуальна. Но даже когда у меня были длинные волосы, все равно хотелось, чтобы был прикорневой объем. Как бы хотелось, чтобы волосы не грязнились, в голове не прилипали. Хочу сказать сразу, эти средства, девчонки, бюджетные. То есть, если вы хотите там салонные здесь какие-то линейки увидеть, здесь такого не будет, здесь все доступное. В общем-то, ну, если вам такое интересно, оставайтесь. Начать хочу с шампуней. Есть у меня вот такой вот шампунь. Кстати, этими всеми продуктами пользуется также и моя мама. Она очень в этом плане придирчивая, потому что ей мало что подходит. Ну, вот эти все продукты очень удачные, я считаю. Вот такой вот шампунь от Estelle, живой объем. Вот это вот такая бюджетная линейка Curex. Я как-то раньше все мимо нее ходила в магазине, она в улыбке радуги представлена. Ну, как-то думала, наверное, жесткие очень эти шампуни. Они недорогие, до 300 рублей. Девчонки, и я их как-то для себя открыла и распробовала. Вообще, на самом деле, особой разницы нет. Вот живой объем, например, у них есть, потом базовый зеленый, там, ну, для всех типов. Потом там еще есть для поврежденных. Но вот этот шампунь для поврежденных волос, ну, я бы не сказала, что он прям для поврежденных волос, потому что он, ну, волосы подсушивает на самом деле. Не знаю, может, у меня есть какие-то особые компоненты, но я никакого там восстановления. Ну, понятно, шампунь восстановления не даст, но имеется в виду, что он волосы не умягчает. Вот их шампунь из этой серии для поврежденки. Ничего не умягчает, ну, в общем, как-то так, да, я для этих целей другие продукты беру. А что касается объема, классный шампунь. Во-первых, почему? Конечно, он никакие там корни волос, это ничего не приподнимает, но он, во-первых, очень хорошо и качественно промывает кожу головы. Кожа головы очень свежая, волосы после него легкие, рассыпчатые. Ну, не сказать, что там какие-то сильно мягкие, еще какие-то. Нет, ничего тут такого нет. Просто они рассыпчатые, свежие и с ними легче работать. С такими волосами легче работать, чем когда помоешь голову каким-нибудь таким очень мягким шампунем с маслами и потом укладывать их, ну, легче перемыть. Вот эти вот, знаете, такие примасленные волосы после душа легче просто перемывать чем-то таким, девчонки. Поэтому классный шампунь, бюджетный для ежедневного использования. Раз там в недельку можно что-то такое помягче, что-то такое с маслами. А вот так вот на ежедневную основу хороший базовый шампунь. Значит, что я хочу сказать. Очень приятные отдушки у этих шампуней. Ну, не скажу, что парикмахерские отдушки, но такая яркая фруктовая отдушка какого-то яблочка зеленого поднимает настроение. Мне нравится, когда у шампуни такие отдушки, потому что как-то, вот знаете, волосы свежестью пахнут. Я не люблю, девчонки, честно, у меня вот есть серия с кокосом, я про нее рассказывала, а тот же Икс, посмотрите, кто не смотрел. Продукты потрясающие. Ну, вот запах такой притерный не всегда мне подходит. Ну, как бы вот зимой сюда хочется такую вкусняшку, да. А ну, летом, знаете, хочется свежести. Вот этот шампунь в этом плане мне нравится. Следующий шампунь, который я вам хочу показать, это уже подороже будет шампунь. Вот такой вот шампунь от Posse. Линейка для объема. Это самая любимая линейка моей мамы. Вот этот шампунь действительно дает объем волосам, девчонки. Не знаю, за счет чего это происходит. Возможно, тоже, ну, возможно, тоже такой эффект, что как бы волосы хорошо промыты идеально. Кожа головы идеально чистая, волосы легкие, смывается с волос весь стайлинг, всякое вот это вот, ну, что мы там ежедневно наносим. И просто они какие-то пышные и просто свежие. Опять-таки, понятно, что там это не вариант, когда вы пудру для объема, например, наносите, ну, видно, прям шапка, да. Ну, нет, конечно. Но, во всяком случае, ну, он как бы работает по аналогии вот с этим вот Estelle, но он лучше в каком плане? Во-первых, у него очень классная текстура такая тягучая. Отдушка потрясающая. Вот реально отдушка у него профессиональная. В-третьих, с ним волосы меньше грязнятся. Вот с этим вот Estelle, ну, как бы я не заметила, что волосы меньше грязнятся. Ну, он просто базовый такой шампунь. А вот с этим меньше волосы грязнятся. И вот у него, в отличие от Estelle шампуня, есть эффект ухода. То есть, волосы, помимо того, что чистые и рассыпчатые, я чувствую, что они умягчаются. Вот с этим шампунем такого нет. Девчонки, кому такой эффект умягчения не нужен, вот, вот, вот этот берите, Estelle. А Tossi, да, у меня волосы частично осветленные, мне, как бы, я этот эффект чувствую, мне он нравится. Девчонки, теперь давайте по бальзамам пробежимся. В общем-то, вот такой вот есть бальзам. Тоже от Tossi, ничего тут по-русски не написано. Короче, для чего этот бальзам? Это просто легкий бальзам для волос. Я не знаю, по-моему, он не содержит никакие силиконы. Ну, во всяком случае, если он их содержит, волосы от этого абсолютно не грязнятся. Как с другими продуктами, знаете, есть такие продукты с маслами, с силиконами. Они, конечно, волосы сглаживают там намертво. Этот бальзам нет. Он не делает голову грязной. Это актуально для девчонок, у кого волосы короткие. Вот у моей мамы волосы короткие, ей как важно, чтобы кондиционер ей, ну, вы понимаете, не грязнил. Волосы, чтобы в голове не липли. Вот это как раз-таки такой кондиционер. Вообще, я уже говорила, что продукция оси замечательная. У меня нет никаких нареканий к ней. У них там фишка, это вот экстракт их какой-то сливы специальный. У них все с этой сливой. Замечательный кондиционер. Несмотря на то, что он совершенно не ядреный, он при этом волосы смягчает. Конечно, если у вас супер поврежденная длина, девочки, ну, вам лучше что-то брать покрепче. Но если у вас свои волосы неокрашенные, если вы, как бы, вам нужен объем на волосах, вам важно, чтобы умягчение было, да, но при этом, чтобы волосы к башке не липли. Вот берите такие кондиционеры. Они, как бы, легкие по текстуре. Ну, в общем, никаких нареканий. Классный. Вот из этой же серии есть вот такой вот. Вот это у них какая-то переформулировка. Видите, дизайн поменялся и поменялась упаковка. Ну, видите, логотип поменялся. Ну, вот это тоже все из этой серии. Очень классно вот этот вот для объема кондиционер использовать с шампунем одноименным, да. Ну, то же самое он делает, как и вот этот вот Pure Lox. Волосы не грязнит, при этом умягчает их. Приятная одушка, волосы мягкие, рассыпчатые. Действительно, хороший эффект дают эти средства. Вот на самом деле, помыла голову, да, высушила. Реально чувствуется, что волосы, ну, ну, красиво выглядят, мягенькие. И ничего там, знаете, вот этих сосулек, этих силиконовых нет. Я люблю такие средства. Для коротких волос, для коре, вот это сам Бог велел, такие продукты использовать. Недавно, вот, мама моя купила вот такой вот кондиционер себе, буквально на днях. Это Катрин. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот этот Катрин. Здесь, значит, написано, что делает волосы послушными, облегчает расчесывание, без эффекта утяжеления. Инновационный полимер, активируемый теплом, придает эффект объема и плотности. Содержит даже фильтр ультрафиолета. Нанести на посушенный полотенцем волос и ставить на 1-3 минуты. Тщательно промыть водой. Эффект объема активируется теплом. Девчонки, я, короче, вообще ничего не поняла. В чем здесь прикол этого кондиционера, честно. Все так красиво расписано, значит, что там что-то активируется теплом. Девчонки, ну, короче, чушь собачья. Я вот уже в начале ролика проговорила, что есть вот такие средства дорогие, да, которые по факту, ну, ничего особо не делают. Но, возможно, у меня как бы были завышенные ожидания. Это не нулевый вариант. Он в плане объема работает лучше, чем вот этот. Вот этот. Девочки, вот если вам пишут объем для объема, вот такие, да, кондиционеры, вы поймите, что это не значит, что они вам дадут объем. Это кондиционеры, которые просто вам волосы не утяжелят. И в этом типа эффект объема. Вот этот именно идет для объема. И его на корни тоже можно наносить. Девчонки, ну, наверное, я ждала реально, что будет эффект как от пудры для объема. Знаете, вот я сейчас их покажу вам тоже. Или от мусса для укладки. Да нет, ничего такого особо он не делает. Возможно, что-то я неправильно сделала. Возможно, надо его как-то получше распробовать. Стоит он как бы недешево. Заманчивое описание. Не знаю, девчонки, будем распробовать с мамой. Он прозрачного цвета. Волосы, ну, тут как бы стоит сказать, что плюс какой. Волосы он вообще не утяжеляет. Вот это да. То есть вообще, ну, формула профессиональная, хорошая. Катрин, марка хорошая. Но, девчонки, были завышены ожидания. Ну, не утяжеляет волосы. Волосы, пусть они свежие, не грязнятся, в башке не липнут. Так, это что касается кондиционеров. А дальше я вам покажу средства непосредственно для укладки. Есть у меня вот такая вот пенка. Что я хочу сказать, девчонки. Да, прелесть, супер средство вообще. Ну, не знаю. Да, они недорогие. Да, вот, кстати, я не помню, какая у нее отдушка. Да, приятная отдушка. Кстати, у них отдушки не меняются. Вот как пахла прелесть в моем детстве, так и пахнет до сих пор. Приятная отдушка. Реально, очень приятная. Несладкая, непритерная. Да, хороший мусс, девочки. Хороший мусс. Да, ничем этот мусс не хуже вот этих вот отафт муссов, которые в 4 раза дороже стоят. Очень сильно подорожали средства от шварцков. В магазинах. Ну, понятно, по каким причинам. Ну, как бы, тем не менее. Раньше это было как-то можно было взять, не глядя на цену. А сейчас уже смотришь. Потому что, ну, девчонки, очень дорогие ссали эти средства для стайлинга. Прелесть ничем не хуже. Классные средства. Вот этот вот воздушный объем, троечка. Ну, да, он не намертво там ничего не фиксирует. Просто на волосы подсушили полотенчиком. Ну, это вот как бы на манер вот этого варианта, да, то же самое все. Подсушили волосы. В ладошку этот мусс надавили себе. И вы, ну, как бы, да, распределили и высушили волосы. Девочки, что я вам хочу сказать. Такой вам маленький лайфхак, да. Ну, не знаю, может, кто об этом знает. Да все, наверное, об этом знают. Но вдруг, да. Если знаю, надо поделиться. Когда вы волосы сушите, вы их не сушите. Вот есть такое, как бы... Девочки, я неправильная. Я не следую вот этим рекомендациям, когда, как парикмахеры сушат, каждую прядку, блин, оттягивать брашингом. Бывает, на брашинку ложусь. Бывает. Ну, под настроение. Ну, девочки, во-первых, этот брашинг долбанный портит волосы. Во-первых, брашинг этот, как правило, железный. Он нагревается от фена. Ну, нафига мне это надо? У меня осветленные волосы. Я их убью просто через год. Я буду, если брашингом сушить, все. Я их убью. А потом мне тратят деньги на счастье для волос, на кератин, на прочее. Зачем мне это надо? Никакие брашинги особо я не использую. Потом, что касается, вот, как учат, да, профессионалы, стилисты, что сидишь, вот просто сидишь, фен у тебя там в одной руке, расческа в другой. Ты вот по одной прядке тянешь и сушишь. Девочки, да это сгаснуть, понимаете? Да даже вот сейчас у меня каре, да мне нет времени на это, вы понимаете? У меня на это нет времени. И я никогда особо вот от такой сушки объема там какого-то, или, как говорят, что волосы там блестящие, ухоженные, не замечала. Не вот реально. Вот. Я, знаете, как сушу? Я просто беру голову, опускаю вниз и начинаю просушивать. Вот она у корней все высушивается, а то, что как бы кончики, ну, тоже, тоже, со временем и до кончиков это тепло доходит, и кончики высушиваются. А потом уже, когда я вот как бы подсушила таким способом, у меня же как бы нужно, чтобы форма нужна, чтобы была, я беру какую-нибудь расчесочку обычную, не брашинг, ничего. Вот есть такая расческа для сушки. Вот я в видео про волосы уже ее показывала. От Джанеки есть, улыбки-радуги аналоги подешевле. Я беру эту расчесочку, она такая с дырочками, чтобы воздух проходил, и просто как бы подкручиваю. Вот и вся укладка. И, девчонки, и вот я на горячей сушке обычно все делаю. Так вот, когда я все это высушила, да, горячим-то феном, я беру и прям холодным воздухом, холодным, если у вас фен, вот есть фены, ну, такие, у них нет функции холодного воздуха, но если она у вас есть, просто берете и холодным воздухом, резко на контрасте берете, и прям корни просушиваете, корни просушиваете, и голову вниз опустили, и прямо корни просушиваете в этом положении, и у вас тогда закрепится вот этот объем. То, что вы голову опустили, все там начесали себе, да, и объем закрепляется за счет холодного воздуха. Ну, да плюс еще пенка, и все, и суперэффект. Вот. Ну, короче говоря, прелесть нормальная пенка. Не железобетонно все делает, мягко, ну, это, знаете, вариант не для сценического какого-то там, да, когда, ну, бывает, что надо прям объем сделать, в прическу что-то сделать прям. Это нет, это ежедневный такой вариант, пеночка хорошая, да ничем не хуже дороженных этих. Так, значит, что тут у нас дальше? Есть у меня еще вот такая пенка. Пенка от, видите, она такая высокая, что ее даже не видно. Сейчас покажу. Вот такая вот пенка от Сьоз, четверочка. Что хочу сказать, девчонки? Вот шампуни, бальзамы от Сьоз, мне не нравятся категорически, потому что от шампуни Сьоз у меня всегда зуд головы, я не знаю, что они туда кладут, ну, в общем, знаете, по-первых, если вроде нормально, потом я все понять не могла, что такое, а у Сьоз еще бадья такая большая, и вот этой бадьей моешь, 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 по итогу понимаешь, что по ходу дела, видимо, от шампуня. Бальзамы тоже, вот как раз у них бальзамы, жирнющие такие, на манер как понтин, что волосы, ну, правда, как сосульки, но мои личные волосы, девчонки, я вам сразу говорю, что у меня волосы не убитые сейчас, мне достаточно как бы легких бальзамов, но укладочные Сьоз неплохие, реально неплохие, но, девчонки, вот вы знаете, вот если поставить передо мной вот этот вот как бы прелесть и Сьоз, да, разницы-то особо нет, ну, я знаю, есть девчонки, которые как бы разницу видят эту, я ее не вижу, честно, не вижу, Сьоз подороже будет, ну, объем здесь побольше, ну, как-то так, знаете, они одинаково хороши, не склеивают ничего, обе эти пенки, нормальные пенки, ну, у Сьоз отдушка такая, по-моему, она такая, она, по-моему, помягче, у прелести, конечно, такая ядреная, отдушка, ну, мне нравится она, она, знаете, такая старорежимная, а, да, вот я, кстати, вспомнила, да, у Сьоз очень вкусные отдушки, вот у них отдушки, вот в этих укладочных, классные, очень вкусные отдушки, ну, тоже неплохая пенка, можно брать, если в магазине ничего не стоит, да, потому что, девчонки, есть пенки откровенно, ну, откровенно говеные, вот это да, есть такие пенки, а вот эти, да, вот эти приличные, вот эти можно покупать, так, давайте теперь, знаете, по спреям мы с вами пройдемся, в общем, девочки, вот такой вот спрея у меня есть, сейчас я вам для начала его покажу, от Готту Би, вообще Готту Би молодцы, ну, подорожали, подорожали эти средства, но, девочки, у них лак такой был, знаете, есть он сейчас, железная охватка желтый, девочки, ничего лучше этого лака нет, вот просто нет, я не знаю, сколько я в свое время лаков не пробовала, вот эта железная охватка, это реально железная охватка, реально классный лак, и вообще Готту Би в этом плане молодцы, они держат марку, они постоянно выпускают новинки, и эти средства, они ничем не хуже каких-то Бэт Хэт дороженных, я вообще не понимаю прикола этого Бэт Хэт, почему это так дорого стоит, у меня был этот Тиджи, этот самый Тиджи, крем для гладкости, я вообще не поняла, за что я заплатила, девочки, я не поняла, но я его, конечно, сиспользовала, долго я с ним, долго я его мурыжила, я не поняла, наверное, просто для парикмахеров, чтобы клиент приходит, ну, вроде как бы, дорогие средства, да, клиент понимает, за что платит, ну, в общем, что здесь, это, знаете, такой спрей, моделирующий, нанести на сухие, слегка влажные волосы, от середины кончиком, уложили, создать творческий беспорядок, как тебе больше нравится, высушивши волосы феном, диффузером, бла-бла-бла, девушки, короче, я вот этот спрей использую, как прикорневой, вот он реально дает прикорневой объем, этот спрей пушка просто, он реально создает прикорневой объем на волосах, если вы прям заморочиться, конкретно, вот точечно, смотреть, куда наносишь, чтобы оно вот прям все по голове распределилось, девочки, вот увидите, ну попробуйте, попробуйте, я думаю, что вам понравится, вот он реально, вот этот спрей дает эффект, как пудра для укладки, но мне пудра больше, девочки, нравится, но вот эта вещь тоже, вещь, и маме, и мне очень нравится, также у меня есть, комплимента, вот такой солевой есть спрей, вторая банка, уже мама вторую пьет банку, и у меня такая же банка, в Питере стоит, девочки, да классный спрей на самом деле, текстурирующий для объемных укладок, с ним надо дозу свою понять, рассчитать свою дозу этого спрея, потому что я помню, когда я его купила, или мама мне, а, мама мне купила, она оценила, говорит, слушай, на, я тебе тоже взяла, говорит, такая вообще песня просто, а не средство, а она тоже, я все говорю, мам, что-то для объема хочу, посоветую, она у меня вообще спец, я его, когда нанесла первый раз, я очень переборщила, переборщила, объем был, конечно, крышесносный, но волосы были грязные, реально, а на утро, на следующее, это вообще, просто обнять и плакать, но, девчонки, он дает объем тоже, причем, ну вот, он как бы не то, что на корне его надо, а он как-то, видимо, ну, создает вокруг волоса какую-то, волос, короче, становится шершавый, такой, за счет этой соли, да, шершавый какой-то становится, и все вместе волосы, как бы, да, не липнут друг к другу, а создается эффект объема, то есть он больше не для прикорневого, а знаете, когда надо вот взъерошиться, так, ну, типа, знаете, из серии, как это, укладка после моря, да, когда на море накупались вы, вот, есть такие, кстати, знаете, девочки, вот эти средства, есть эффект пляжной укладки, ну, вы знаете, наверное, девочки, знаете, они такие дорогие на самом деле, но это, короче, одно название, суть в том, что та же самая соль, что-то моя мама покупала, салонное такое, ну, ей все понравилось, как бы все, а я что-то как-то взяла, состав читаю, а там, ну, тоже соль, соль, я говорю, мама, о чем прикол, почему так дорого, ну, соль же, ну, какие-то там еще есть, отдушки там, и полимеры, что-то еще, ну, так-то, да, она говорит, да фиг его знает, а потом вот она увидела, и говорит, да, ведь ничем не хуже, поэтому с удовольствием пользуется, и я тоже пользуюсь, и да, эффект вот морской укладки, с моря вышли, на солнышке волосы высохли, тоже волосы соленые, ну, и такой, как бы, заерошенный объемчик, мне иногда нравится такой эффект, никогда вот они не приглаженные будут, а просто такие, как бы, знаете, ну, шапочка волос, ну, на самом деле, красиво смотрится, от Валари, у меня есть воск спрей, и спрей для волос пушап, вот этот вот, значит, пушап, ну, он, конечно, он, конечно, не вот этот вариант, он немножко послабже, но это вариант на каждый день, когда не хочется, знаете, время тратить, сидеть там, напшикивать на кожу головы, распределять, его можно вообще девочке на все волосы, не на корни, он, во-первых, антистатик дает, во-вторых, ну, как-то за волосами ухаживает, не сушит их, это просто, знаете, когда вот, допустим, у вас волосы требуют объема, да, но при этом поврежденные, и как бы вам вроде надо какую-то, такую пшикалку, несмывашку, но вы побаиваетесь, ну, думайте, возьму сейчас что-нибудь, да, а эти несмывашки-то, они, как правило, там такие слова, на ней громкие, что вот, волосы не слиплись, ну, как бы, с другой стороны, уход тоже хочется, да, вот такие варианты, берите, девчонки, где вот для объема написано, они и ухаживающий эффект дают, ну, и как бы не склеивают, и хорошее следство, и вот такой вот воск спрей, ботокс эффект, значит, микрокристаллический воск для дополнительного объема и блеска волос, ну, тут и кератин, короче говоря, и все на свете, для финишной, пластичной укладки с эффектом ботокса объема, ну, вот это лучше на корни, девочки, он поджирняет волосы, тоже неплохой, да, девочки, они похожи на самом деле, между собой, это улыбка в, ой, марка в улыбке радуги представлена, неплохая марка, кстати, бюджетная, средства ничем не хуже, дорогих тоже, вот, ну, это больше на корни надо наносить, тоже дает эффект такой, как бы, прикорневого объема, ну, и последнее, что я вам хочу показать, у меня есть вот такие вот пудры для объема, девочки, вот эта вот пудра кинсука продается в, она идет здесь с цветом, сейчас я вам ее, по-моему, с цветом, да, она идет с цветом, ну, типа с темным, типа, это типа темный, типа его не так видно на темных волосах, я так понимаю, заработанная специально для темных волос, в общем, эти две пудры я маме покупала, я все время эти пудры покупаю, ну, стараюсь в всяком случае, вот, девчонки, короче, кинсука подешевле стоит, год ту би, ну, она чуть похуже, в каком плане похуже, она, не такая ядреная, вот, вот это вот, год ту би порошок, вот, когда вы ее наносите, я вот, ее, короче, ее надо меньше, девочки, она подороже, но она, ну, как для меня, я что же, ну, к маме приезжаю, беру ее, она поэкономичнее, мне вот ее капелюшечка нужна, и она когда с теплом рук соприкасается, с волосами, она моментально девочки схватывает, моментально, я вот знаете, как уже делаю, я раньше там сыпала на кожу головы, короче, перебарщивала, это столько не надо, пальчик аккуратненько другой рукой, вот, куда мне надо ее нанести, я обычно, знаете-ка, на 2, ну, на 3, 4, 5 точек выбираю на голове, то есть затылочная зона, у висков две зоны, да, справа, слева, ну, и где-нибудь посередочке, вот так вот я делаю, я беру, отгибаю волосы, ну, чтобы, ну, поняли, да, делаю такое себе место, да, для воздействия, аккуратно вот этими ручками беру, на которые насыпала на пальчики, и втираю, потом я беру расческу, голову вниз опускаю, все это прочесываю, девчонки, все, и она моментально схватывается, девочки, и она распределяется тоже по остальной, как бы, голове, да, не надо ее пытаться нанести на всю голову, девочки, во-первых, вам никаких денег на эти пудры не хватит, если вы будете так расходовать ее, а во-вторых, ну, это столько не надо, вы купорите тоже кожу головы, девчонки, вы тоже имеете в виду, вот, если вы такими вещами, вот этими всеми пользуетесь, вы займите себе очищающий шампунь, глубоко очищающий, я про такой шампунь рассказывала в видеоролике уход за волосами, там у меня дешевый шампунь, представлен от золотого шелка, типа скраб, типа с кислотами, но я к нему как к шампуню для глубокой очистки отношусь, вот, либо девочки, скраб себе купите для кожи головы, не пренебрегайте, девочки, потому что, знаете, вот тоже, вот у меня волосы выпадают, с чего, все анализы сдала, все нормально, от ковида, не от ковида, вроде ковидом не болело, а потом выясняется, что она каждый день себе пудрами укладывается, каждый день себе там это, вы не думайте, что вам шампунь это все промоет, и вот она сидит, говорит, я шампунем мою голову раз в два дня, да, девочки, надо глубоко очищающими мыть, потому что вот эти шампуни, которые обычные, они не так хорошо кожу головы, они поверхностные, как бы смывают, да, а глубокие шампуни, да, они жесткие, они сушат кожу головы, я вам сразу говорю, поэтому их часто нельзя, ну, вот раз в неделю, если вы на постоянке пользуетесь стайлингом, девочки, этот шампунь вымывает нахрен все, и из кожи головы, и из самого волоса, он чешуйки раскрывает, и все выводит из волоса, поэтому не пренебрегайте, да, после этого шампуня маска нужна, это все понятно, но купорится у вас кожа головы, закупоривается от этих средств, вы если не будете смывать это все, это все у вас накопится, все, волосы будут выпадать, девочки, начнется сиборея жирная, ну, зачем вам это надо, вот, так что, ну, вот как-то так, вроде рассказала вам, девчонки, вроде доступно, понятно все, постаралась изложить, вот такие вот бюджетные средства, девчонки, мне они нравятся, и маме они нравятся, много мы перегнотиков в своей жизни попробовали, и я, и мама, мы с ней периодически вместе, знаете, так это, то закажем что-то, то, ну, так выбираем вместе, что-то я ей подсказываю, пробуем, ошибаемся, но вот этот вот наборчик, как бы мне кажется, что он удачный, надеюсь, вам мое видео понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь, девчонки, мне будет очень приятно, приходите в мой телеграм-канал, ссылка есть в описании, и также под роликом оставлю, целую вас, ну, и до новых встреч, и до новых встреч,